ура меня продали а ура меня что меня продали странное название собственно я сам и так я хочу сегодня продолжать тему о прощении мы с вами остановились на важной мысли и мы говорили о том что человек который не способен простить человек который не видит смысла простить короче человек который не прощает этот человек который не способен принимать даже если это действительно верующий человек это замкнутый человек это человек который замыкается И самое страшное, он замыкается прежде всего от самого Бога. Библия говорит и много раз повторяет одно и то же место, где написано, если не простите, то что? И Отец Небесный не простит вам. Это страшное место, но это не просто какое-то наказание, это предупреждение. И я знаю, я уверен, я видел, я точно знаю и убежден, что можно простить любую ситуацию. Я сейчас использую слово должен, хотя оно здесь уместно, но я говорю, можно простить. Человек, который не прощает, попадает в тяжелые узы. Человек, который не прощает, он попадает, он попадает. Вот здесь бы такую, знаете, точечку поставить. Он просто попал в человек, который не может простить. Верующий человек должен прощать. Потому что Иисус сказал, что очень важно. И Он говорит, если ты не простишь, то и Отец Небесный не может тебя простить. И мы говорили вопрос не о жестокости Бога, вот он не может простить. Он просто не в состоянии простить того, кто замкнулся и не принимает это прощение. Вы помните об этом? Хорошо, давайте мы пойдем с вами дальше. Мы говорим, что человек не может принять от Бога, он даже не может принять от Бога благословение. Он не может ничего благого принять от Бога, потому что он замкнулся, он закрылся. Кто из вас когда-нибудь обижался? Вы понимаете, о чем я говорю? А у кого из вас, вот честно, вы боролись с серьезной обидой? Вот серьезной такой. Это не просто, как бы, знаете, Люська тебе там пирожное не дала укусить, как бы, а ты ей вчера дала укусить, и как бы у тебя там бзик на полторы секунды. Ну, вы серьезно, вы боролись, вот, ну, вам причиняли боль, и вы боролись с этим. Вы понимаете, насколько это тяжело? Вы же понимаете, насколько это рабские, наверное, правильно? Потому что ты становишься рабом обиды. У тебя меняются цели в жизни. Даже если ты хочешь добиться чего-то хорошего, то на зло тому, кто тебя обидел. Поэтому, друзья, я хочу вернуться к тому, на чем мы с вами остановились. Итак, мы с вами остановились уже, давайте будем искать выход. Выход. Выход из порабощения обидой или непрощением. Итак, то, на чем мы остановились, я сказал, сначала, для того, чтобы простить, теперь, внимание, нужно быть смелым, принять решение простить. Почему об этом важно говорить? Потому что не все люди, а, видят смысл прощать. Не все люди видят смысл прощать. Люди могут замкнуться в себе, и они не видят в себе, от чего это я должна или я должен простить этого человека. С чего? Вот он причинил мне боль. Почему я должна или должен его простить? Во-первых, Библия говорит, потому что Христос простил нас, так и вы прощайте. Если ты хотя бы хоть немножко понимаешь его любовь к тебе, ты должен понять, это первая причина, почему ты должен прощать. Поэтому, друзья, не нужно задавать себе вопрос, а с чего? Поэтому, друзья, второй момент, почему нужно принимать твердое решение прощать, потому что иллюзия, также есть такая иллюзия, и она заключается в том, оно само как-то простится. Мы зарыжили такое выражение, ну, отойду, как это? Остыну, да, остыну, ну, пройдет, отойду, отойдет. Но есть много обиды, обидерозий. И если ты понимаешь, что с кем-то просто поспорил, там, тяф-тяф-тяф, там, разбежался и так далее, и отойдешь от этого, потом подойдешь, поцелуешь и любишь, молодец. Но есть обида, которая по-настоящему является раной. Раной, которую время не лечит, а даже часто раздувает или увеличивает. Поэтому, друзья, если ты не увидишь смысла и не примешь твердое решение простить, часто прощение, оно не приходит само. Нужно увидеть в этом смысл. Я разговариваю часто с разными людьми. Я разговаривал когда-то с одним мужчиной, по-моему, и его изнасиловали. Его изнасиловали. И, в принципе, мы начали говорить об этом. Но он сам говорит, да, без проблем, я могу об этом говорить, все. И когда я, ну, говорит, я свободен, я давно уже освободился от всех этих дел, вместо всего в прошлом. И я ему поверил, и мы начали об этом разговаривать. Вот, и в итоге, во время разговора, я просто понял, что... Ну, он не простил. Внутри него живет ненависть. И когда я говорю, слушай, ну, вот эти, вот эти вещи, тебе же нужно отпустить. И он начал мне говорить, а с чего я должен отпускать? Он остался безнаказанным. Вот если бы его там, я не знаю, там что-то сделали. Ну, я, конечно, я это отпустил, и видите, я могу об этом говорить. Послушайте, очень важно, если вы хотите по-настоящему быть свободным, а не прощение, это по-настоящему понять смысл и принять твердое решение, хотя бы принять решение. Я должен простить. Что я должен? Я должен простить. Аминь. 1 Коринфянам 6 глава 8-9 стих. Мы это читали пару воскресений назад, но мы говорили о самоправедности. Но здесь я хочу показать вам одну мысль. Апостол Павел здесь говорит об обидах. Он говорит о том, что брат с братом, ну, короче, два верующих человека, или просто брат с братом, они начинают судиться. Они подают суд друг на друга, хотят друг друга чего-то лишить, и он предлагает им, и он настаивает на том, что он говорит, но вы ведь сами обижаете и отнимаете. Нет, давайте, наверное, седьмой стих там или шестой стих, там до этого даже. Там написано, что послужите, ребята. Не лучше ли вам быть лишенными? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И тот уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться, чем? Почему? Как это? То есть с другими словами, я послал Павел, что говорит, ребят, это классно, когда ты ходишь в обиде? Нет, он не об этом. Вы согласны со мной? Он другими с вами говорит, и дальше он говорит, для чего бы вам не потерпеть лишения? Обидно. Теперь послушайте, очень важный факт. Но прощение всегда подразумевает в себе лишение. Лишение. Почему человек не может простить? Потому что он не способен лишиться. Чего лишиться? Он не может простить, он не может лишиться или отпустить. Отдать, отпустить. И прежде всего то, чего он не может отпустить, это собственную боль. Он не может с ней попрощаться. Он понимает мозгами. Многие люди, послушайте, они держатся за обиду, как за что-то драгоценное в их жизни. Они держатся за нее, как за что-то... Они как косточки обсасывают этой обиды. Почему? Потому что в мозгах они помнят, что с ними поступили плохо. И сердцем у них есть чувство раны, боли. И они держатся за эту боль, потому что эта боль не дает им забыть справедливость в их глазах. Понятно или нет? Боль что-то ценное для них. Оно напоминает им о том, что они помнят мозгами. Они боятся ее отпустить, потому что вдруг они простят. Апостол Павел говорит, да лишитесь вы. Ничего страшного, отдайте прощение. Оно все равно заставит вас лишиться, отдать. Но на самом деле то, что вы отдаете или лишаетесь ради прощения, Бог обязательно вас даст. Бог обязательно вас даст. Слышите или нет? Вам поругаем не бывает. Итак, друзья, например, я еще одну иллюстрацию дам, а потом начну проповедовать. О том, о чем хочу. Например, первая, по-моему, первая, не, вторая книга царь, 14 глава. Я не буду все ее читать. Вы помните о Весоломе? О Весоломе, сын Давида. Его брат изнасиловал его сестру. Ну, брат другой матери, сын, короче. Он изнасиловал его сестру. И свою сестру, и так далее. И о Весоломе, помните, что он сделал? Он затаил огромную обиду. Слушайте, здесь справедливая обида, да? Когда происходит серьезное сексуальное насилие, и так далее. И он затаил внутри себя обиду, и два года создавал план по уничтожению Амнона, или как его звали? Этого человека, насильника, своего брата. Через два года он зверски его убивает. Но вы знаете, вроде бы человек удовлетворяет свою обиду, местью. Но вы помните, что на этом не остановился? Он сбежал, он убежал, короче. Давид, можно сказать, там его изгнал. Он убежал в другие селения, долго там жил. А потом Давид говорит, послушайте, где мой сын Овесолом? Что он там живет? Пускай возвращается ко мне. Он же принц. Пускай возвращается ко мне. И Овесолом возвращается. Он приезжает, принц вернулся. Он возвращается в Израиль. Он возвращается в Иерусалим. Все нормально. Он восстанавливается как сын. Все хорошо. Отец проявляет к нему любовь. Отец проявляет к нему принятие. Вы помните это? Но что происходит дальше? Этот человек заражен непрощением до сих пор. И что он делает? Сначала он начинает раскалывать царство своего отца. Потому что если он привык быть раненым и обиженным на Амнона, то обида поработила его. И он уже ни за что начинает обижаться на Давида. Послушайте, человек, который обижается или порабощен непрощением, он уже забывает со временем, что такое нормальная жизнь. Он не может жить без этой обиды. Он начинает куролесить против своего отца, который ничего плохого ему не сделал. Он идет против его любви. В итоге, вы помните, что он делает? Он насилует всех жен и наложниц Давида. Причем публично. Ставит прозрачную палатку на крыше дворца, чтобы весь народ видел и вводит каждую. И днями их насилует. За что? Ни за что. Человек, порабощенный обидой, он ходит под тем же духом, который он, которым его обидели. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть человек, он ходит в этой грязи, внутри себя. Лучше отпустить. Лучше растить. Итак, друзья, про какого императора я хочу говорить? Псалом 104. Эту тему, если честно, я поднял, потому что я увидел одну, просто одни стихи в Библии, которые меня, честно говоря, в шок привели. Но сейчас мы к ним придем. Вы здесь? А ну, соседа там, ну, скажи, не обижайся. Если он скажет, за что, просто толкнись, скажи, за вот это. Псалом 104. 12, 24. Псалом 104, с 12 стиха. Вы здесь? Итак, поехали. 104, с 12 стиха. 104, с 12 стиха. Когда их было еще мало, числом, очень мало, речь идет о израильском народе, и они были пришельцами в земле, в ней и в земле, и переходили от народа к народу и от царства к иному племени, Бог никому не позволял их обижать и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла. И присвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека. Кто послал перед тем человека? Бог послал, правильно? В рабы, то есть двоеточие, в рабы продан был Иосиф. Каким образом Бог послал человека? Не слышал? Каким образом Бог послал Иосифа? В рабы был продан Иосиф. Интересная мысль. То есть, другими словами, как Бог его повел? Будем продолжать тему, нет? А я же только начинаю. В рабы Бог послал перед Израилем человека. Каким образом, двоеточие? В рабы был продан Иосиф. Моя тема сегодня как называется? Ура! Меня продали. Идем дальше. Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его. Бог прекрасно посылает, да? Так уже, так, чтобы... Не как Иону. Там, ну, а я не хочу, а я в другое место поеду. Здесь Бог уже, видать, наверное, после Ионы, не знаю, уже урок взял. Говорит, я пошлю человека. Что там, в железо? Или как? Стеснили оковами ноги, и в железо вошла его душа. Да, коли исполнилось Слово Его, Божье, Слово Господне испытало Его. Я хочу пока на этом остановиться. Итак, друзья, кто такой Иосиф? Иосиф это был парень, который любил Бога и которого любил Бог. Помните? И он любил его отец. Отец настолько его любил, что покупал ему одежду не такую, которую всем остальным одиннадцати сыновьям или десяти, вернее, сыновьям, да? Он надевал его в кислотную одежду. Там написано в разноцветную, мы все понимаем. Вот. Он был ярко выраженным любимчиком. Это был парень, который переживал любовь, который ценил любовь, который хмастался этой любовью перед всеми. Итак, друзья, у Бога был план на жизнь Иосифа. Какой план? Он хотел вывезти, чтобы Иосиф стал вождем всего израильского народа. А в будущем, чтобы он вообще вошел в историю как спаситель для этих людей, как человек, который спас свой народ. Я думаю, это приятно или нет? Бог даже намекал Иосифу. Он пришел к Иосифу и говорит, я даю тебе сон. Он дал ему сон, в котором Иосиф увидел, что все братья поклоняются ему. Это, конечно, сон неприятный, да? От этого Иосиф сразу прибежал к братьям и говорит, братья, не переживайте, я буду над вами царствовать. Правильно? Потом он прибежал домой, ему Бог опять дал сон, что все снопы преклоняются, братские, перед ним. И он прибежал и говорит, ребят, только ничего личного. Это, ну, Бог так и решил. Ну, что сделаешь? Бог решил, что вы будете мне поклоняться. Ну, за это братья что сделали? Похвалились и поклонились ему, да? Нет, они его решили убить. Бросили его в ров, а потом решили, не, не, это очень жестоко. Давайте мы просто продадим его в египетское рабство. Вот, может быть, кто-то его будет каждый день насиловать, кто-то каждый день убивать. Это будет приятнее, чем просто один раз его убить. Вот, такая братская любовь. Ну, а теперь, друзья, Иосиф, я думаю, ну, чтобы вы поняли до конца всю картину жизни Иосифа. Человек верит, что Господь любит его. Человек верит, что Господь избрал его. Он это чувствует. Чувствует и его земной отец. Теперь посмотрите. С этой всей любовью и призванием Иосиф попадает в ров. Его туда насмерть бросают его братья. Это приятно? Кто из вас бы немножко обиделся на братьев за это? Но вы понимаете, это не то, чтобы очень. Это 10 братьев вместе соглашаются это сделать. Потом из них был Рубим, он был самый старший, самый ответственный, говорит, и он самый добрый был. Поэтому он говорит, нет, ребят, это очень жестоко, если мы его сейчас убьем. Не то, чтобы я его люблю, просто папа не выдержит. Вот, поэтому давайте мы его в рабство продадим. Ну, все проголосовали, вы представляете, ваш семейный совет, вы проголосовали все, и говорят, давай продадим рабство на всю свою жизнь, чтобы глаза наши его не видели. Обидно? Не, серьезно. Вы молчите. А если бы вас рабство продали? Ладно. Идем дальше. Иосиф, Иосиф, Иосифа за 30 там серебряных, или за сколько, продают его в рабство. Он приезжает в Египте, и его покупают патифар. Вообще не очень приятно, если тебя покупают, наверное, как раба, как вещь. Вот, его покупают патифар, и ставят его в своем доме. У Иосифа жизнь налаживается, настолько налаживается, его настолько отмыли и одели, что жена патифара. Спасибо. Она его возжелала. У нее были проблемы со сном, и она говорит, без тебя не заснул. Спи со мною. Иосиф говорил, не, 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 не. И тут она на него набрасывается, и говорит, все. Иосиф вырывается, бежит, она кричит, что он ее хотел насиловать. Его что? сажают в тюрьму. Приятно? Кто бы из вас обиделся на такую жену патифара? Ладно. Идем дальше. Он сидит в тюрьме. Ему тяжело, ему плохо. Ну, вряд ли в тюрьме, хорошо, да? В итоге, уже Бог дает там сон, там он разгадывает и так далее, и его фараон, в конце концов, ставит над всем своим царством. Теперь послушайте, история приятная или нет? Я хочу, чтобы мы теперь с вами открыли Бытие, 45-ю главу. Вот здесь я хочу прочесть вам место, которое нужно знать всем. Потрогай заседа и скажи, сейчас слушай. Итак, Бытие, 45-я глава. Вы здесь? Бытие, 45-я глава. Я обожаю... Кто смотрел мультик «Принц Египта»? Посмотрите, ребят, мужики особенно, посмотрите, реветь будете? Я ревел, я помню, первый раз, когда я смотрел, я ему... Особенно, когда вот это братья к нему пришли в конце, а он от них скрывается, он... Она не его... Он просто драма, я не знаю. Вот это бестселлер, конечно. Ну, это просто... Короче, о чем я говорю? Иосиф в долгие годы прожил в рабстве, прожил в этих гонениях. В итоге фараон ставит его вторым лицом над всей империей египетской, которая была главной империей вообще во всем мире. Другими словами, он становится человеком номер два над всей землей. Нормальный? То есть, вице-президент планеты Земля. Теперь везде голод, к нему приходят его братья. Он скрывается от них, что на самом деле, как бы, ну, это не я, они не понимают, что это он. И в итоге тут драма развивается. Он им говорит, ребята, я ваш брат. И вот здесь поехали. И бытие 45 глава. Вы здесь? Итак, Иосиф... А с какого стиха? Я не сказал. Давайте считать. Давайте с первого. Иосиф не мог больше удерживаться при всех, стоявших около них. Около него. Все братья стояли вокруг него и боялись его. Они не знали, что это он. Они его не узнавали. Ну, понятно, в Египте тогда так намазывали, вы помните, да, как сейчас у нас на телеканалах. И он стоял, не мог удерживаться при всех, стоявших около него, и закричал, удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он. И услышали египтяне. И услышал дом фараонов. Нормально зарыдал, да? Что услышали все египтяне и весь дом фараонов. Это не просто как бы, вы знаете, еще секундочку. Сейчас. Не, не. Он зарыдал, как нормальный мужчина. Теперь внимание, громко зарыдал, все услышали. И сказал Иосиф братьям своим, Боже мой, я, Иосиф, я, Иосиф, жив ли еще отец мой. Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились или испугались очень перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли и сказал, эй, я, Иосиф, ваш брат, которого вы продали. Что сделали? Позвольте, если бы я был на месте братьев, я бы уже два раза обделался, три раза стряхнулся бы. Позвольте, ты, ну, ты стоишь перед жертвой, ты стоишь перед тем, кого ты зверски мечтал убить, уничтожить, а потом предал на рабство, насилие и безызвестность. И он им говорит, он рыдает, он ревет, у него, он разрывает свои одежды. И он говорит, я, Иосиф, я тот, кого вы продали. Они думали, что может услышал, он говорит, я тот, которого вы бросили в рову. Я тот, кого вы зверски, жестоко продали в рабство. Ни за что. Просто ненавидели меня, я ничего не делал вам плохого. Я ничего не делал против вас никогда. Я никогда не хотел вас обидеть. Я никогда не хотел вас ущемить. Я не хотел вам плохого. А вы взяли и продали меня в Египет. но то, что дальше здесь говорится, друзья, вот это меня повергло в шок. Теперь я хочу, чтобы вы услышали своим сердцем речь Иосифа. Наш цикл говорит о том, что уроки проданного императора, уроки прощения проданного императора. Теперь смотрите дальше. Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь, но теперь, но теперь не печальтесь. Но теперь что? А следующее что? Честно говоря, я даже не могу прочитать это. Друзья, я хочу еще раз спросить, кого из вас действительно сильно ранили в жизни люди? Ну, я не говорю, что они вам пять копеек не додали, вас ранили. Вас ранили близкие люди. Было или нет? Этот человек стоит и в лицо человеку, который его ранил до убийства, говорит ему в лицо, не печалься и не жалей о том, что ты сделал. вы знаете, я вырос в семье наркомана. Я родился в семье, я был случайным ребенком. Вы знаете мою историю, многие. Я родился в семье, я прожил в семье наркомана. Мой папа 26 лет употреблял наркотики. Каждый раз, когда я приходил домой, я видел либо его при смерти, я держал ему язык, чтобы он не заглотил и не умер от передозировки. Я видел, как он обделывался по-взрослому, очень серьезно, потому что, ну, разные препараты несовместимые употреблял. Он уничтожал мою жизнь. Я все детство мечтал уничтожить его. Он уничтожал жизнь моей мамы. Когда мне было 10 лет, его уже посадили в тюрьму, она не выдержала, она пережила смертельный нервный срыв. У нее лопнула паутинная сетчатка под корой головного мозга. Он убил мою мать, чуть не убил практически, своим поведением, своим отношением. Она была красивой женщиной и уже в 29 лет она выглядела как 33, она весила 33, килограмма и выглядела как Бухенвальд зеленый. Я видел, что происходит в моей жизни. Друзья, вы понимаете, что это было немножко тяжело или нет? Я не говорю, что мой папа выпивал. Я говорю о том, что он готовил и продавал и употреблял тяжелые наркотики у меня дома. Я мог иногда до 7, до 8 часов после школы, то есть до ночи, сидеть под своей квартирой и ждать. Весь вонял ангидридами и разными элементами, этими, из которых готовят наркотики. А потом из моей квартиры вываливалось до 20 голых людей, которые просто вот так вот вылезали полностью ушатанные наркотики. Мне было 6 лет, мне было 9 лет. Поздравляю, я вам просто хочу намекнуть, это не просто неприятность, вы слышите? И сегодня, когда я читаю эти стихи, друзья, я Бог свидетель, когда я жил, Бог свидетель, когда мне было 13-12 лет, я мечтал, моя мама знает мои мечты, я не знаю, почему я мечтал, я вырасту, я добьюсь чего-то, у меня будут деньги, я вывезу мою маму куда-нибудь жить в Испанию, не знаю, почему хотел в Испанию, вот, вывезу в Испанию, а для папы я найду домик, в котором я прикую его наручниками, чтобы он медленно и больно умирал. Это была мечта 12-летнего подростка. Я мечтал видеть его боль, потому что, потому что мне было больно всю мою жизнь. Просто каждый день, никогда я его видел. Когда ты идешь в школу, и вокруг кто-то бежит, и говорят, твой папа наркоман, когда тебя принимают, всех принимают в октябре, а то в Советском Союзе, а тебе ставят вопрос, потому что твой папа сидел, и твой папа наркоман. Ты понимаешь, ты изгой, благодаря кому-то. Посмотрите, кто уничтожал, 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 и уничтожал твою жизнь. Ребята, я знаю, что такое непрощение. Поэтому, когда человек, Иосиф, который пережил, у меня не продавали в рабство. Вы знаете, этого человека продавали в рабство, продали в рабство. И он поворачивается к своим братьям, разрывает свои одежды. И он говорит, ребята, я Иосиф. Они просто обалденные, они упали, они оробели, их контузия. Он второй раз говорит, а подходит к ним, и говорит, идите сюда, потрогайте меня, я ваш брат. И я говорю, я вижу ваше состояние, не печальтесь о том, что вы сделали, и не жалейте, что вы со мной сотворили. Так может сказать только свободный человек. Так может сказать только человек с достоинством императора. Вы здесь? Я хочу считать дальше. Бытие 45, ибо теперь, 45 стих, но теперь не печальтесь, и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Не бойся, то, что ты со мной сделал, это Бог меня послал. Ибо теперь голод, два года голода на земле, остается еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И так не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом Параону. Вы здесь? Знаете, такие вещи я начинаю понимать сейчас. Я сижу на этом телевидении, и когда люди говорят о наркотике или алкоголе, и сидят какие-то эксперты с миллионами какими-то там дипломами вот этими, и там наркологи, просто, ну, у них четыре мозга вместо одного там, ну, и вы знаете, на этой неделе будет, по-моему, первая передача уже. Я не знаю, там, может, представься о чем. И когда я слушаю то, что они говорят, и я смотрю на эту беду, вы знаете, я могу им сказать, ребята, Бог меня послал сюда. Как Он меня сюда послал? Почему я знаю то, о чем я говорю? Мне кто-то спросил, а у вас есть медицинское образование в сфере наркомании? Вы знаете, я смеюсь человеку в лицо. Одно дело, это когда ты по телевизору мультики смотришь, второе дело, когда ты на войне бегаешь, вы слышите? И я говорю, ребята, Бог меня послал. Там кто-то говорит, вот человек там, попробовал кокаин, надо его лишить жизни, и все остальное. Я говорю, ребята, я тот, кто пережил 26-летнюю зависимость моего отца. Я тот, кто в наркотиках вырос. Я тот, от кого наркотиками пахло. Я тот, кто знаю, что такое наркотики, что такое боль, что такое болезнь. Поэтому закройте рот со своими дипломами. Надо простить. Еще я, вместо того, чтобы убить, построить. Иосиф заявляет такую вещь. Он говорит, ребята, не переживайте. Эй, ты, который причинил мне боль, эй, ты, который ударил меня в жизни, эй, ты, который причинил мне рану, эй, ты, который нанес мне этот смертельный удар. Не переживай. Это Бог. В смысле Бог? Он говорит, это Вы слышите, что Он говорит? Он не просто говорит, это Бог меня благословил. Слушайте. Он говорит, это Бог со мной так поступил, чтобы вас избавить. Поэтому не переживайте. Я теперь буду для вас счастьем. Переезжайте с семьями во дворец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Разве это не поступок достоинства? Разве это не свобода, ребята? Посмотрите, давайте я, у меня есть время, я хочу дать некоторые пункты, ладно? Вы понимаете, чем я говорю? Просто обратить ваше внимание на некоторые пункты. Смотрите. Итак, четвертый стих. Вернемся. Бытие 45.4 Я верю, что можно простить всякое. Я знаю, что это возможно. Вы знаете, заканчивая тему моего отца, когда я вырос, когда я пришел к Иисусу, когда я пришел к Богу, и я понял, что я должен простить, как Христос простил меня. Бог свидетель. Я искренне Его простил. Бог свидетель. Я люблю своего отца. Мало того, не просто Бог свидетель, мой отец свидетель. И знаете, что произошло? Четыре года назад он просто попрощался с наркотиками. Спустя 26 лет он попрощался со своей зависимостью. Он попрощался. И знаете, что я вижу? Когда я смотрю сейчас, я не могу поверить своим глазам. Не то, что человек свободный от наркотиков. Ладно, это я уже привык, Бог делает. Но знаете, к чему, что я вижу? Когда они вместе с моей мамой, женщина, которая прошла через 26-летний ад наркотиков в семье, я сам ей четыре года назад я сидел с ней, и я говорю, все, он там натворил уже чего-то. И я, он там кое-что-то натворил. И я ей говорю, все, давай, я сделаю тебе так, здесь квартиру, здесь то сделаем. И она сидит и молчит. И мы здесь вдвоем сидим. Я смотрю, она не реагирует. Я говорю, все, мы его сделаем, выбросим туда, сделаем вот так, и так далее. И она сидит, молчит, и смотрю слезы на глазах. И тут меня контузило. Я поворачиваюсь к своей маме, и я говорю, я просто боюсь предположить, но я спрошу, ты что, его любишь? Женщины, вы невыносимы. И сегодня я смотрю на то, ну, как она относится к нему, как он относится к ней, я, честно говоря, немножко иногда, он жил у нас в Миша пару дней, ну, я просто, ну, это не поддельно, я вижу, как они любят друг друга, им по пятьдесят двоим, они вокруг, я... прощение приносит не просто свободу, оно приносит победу, оно приносит счастье, оно приносит будущее, оно приносит жизнь. Бытие 45-4. Теперь первое, что я хочу, чтобы мы научились и увидели Иосифа, он поворачивается к братьям и говорит, не бойтесь, я, Иосиф, я брат ваш, я вас люблю. Он говорит, все, я вас принимаю. Послушайте внимательно. Первое, что я вижу, он решил, он решил быть братом, он решил быть другом, он решил пойти навстречу. Это его решение. Не просто, ладно, я тебя прощаю, только так, чтобы я тебя больше не видел. Я не говорю сейчас о том, потому что есть экземпляры серьезные, когда нужно простить и держать, ну, подальше такой элемент. Я об этом буду говорить в следующее воскресенье или через воскресенье. Вот, я не говорю о глупости. Человек больной, надо простить и надо по-настоящим сердцем его отпустить. Многих нужно так отпустить, чтобы уже не видеть, это правда. Ну, так далеко отпустить. Ну, так знаете, есть можно просто отпустить, а есть так с натяжкой отпустить. Чтобы видеть его свободу полета и просто понимать, все, я отпускаю. но я не говорю про месть, вы слышите уже. Я говорю про действительную свободу. Итак, это его позиция. Я так решил. Я решил, что у нас будет мир. Я решил, что у нас будет все нормально. Я так решил. Это сильное решение. Это сильное решение. Пятый стих. Пятый стих. Второе. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами. Не жалейте, не печальтесь, потому что Бог меня послал. Вот здесь я хочу остановиться. Седьмой стих говорит, Бог меня послал перед вами. Он еще раз на этом настаивает. Теперь посмотрите. Человек, который может простить, его невозможно ничего лишить, потому что Бог будет работать с ним и за него. Я еще раз хочу это сказать. Человек, который по-настоящему прощает. Человек, который преодолевая боль, отпускает. И он понимает, он видит Божью руку. Он идет дальше в своей жизни. Он понимает, Бог дал мне какие-то сны. Бог показывал мне какие-то вещи. И моя жизнь не должна зависеть от братьев. Поэтому я их, я говорю, не печальтесь. И я вижу, Бог ведет меня. Посмотрите, я понимаю, что тяжело сидеть в тюрьме и понимать, Бог ведет меня. Я понимаю, что тяжело быть связанным, сидеть в наручниках, в этой каталажке египетской, в которой тебя только что продали. И ты чувствуешь себя самым отверженным человеком на земле. Тяжело чувствовать, что Бог это делает, что Он это допускает. Я понимаю, что это тяжело. Я понимаю, ты можешь ехать в этой каталажке, слушать проповеди, что если у тебя все плохо, значит, ты в грехе. Лучше Иова тогда слушай в этот момент. Который говорит, у меня вообще все было классно, и чем было класснее, тем было хуже. Но Бог благословил его. Теперь послушайте. Римлянам, кто помните этот стих? Римлянам 8,28. Римлянам 8,28. Теперь я хочу сказать одну фразу. Позвольте тому поступку, которым с вами поступили, сделать вас фараоном. Слышно, нет? Я еще раз скажу, позвольте тому или той боли, которую вам причинили, позвольте сделать ей вас фараоном. Позвольте, Иосиф неподдельно благодарит. Он говорит, ребят, все нормально. Нет, было больно, конечно. Конечно, жесть. Там и прединсультное состояние у меня, и глаза у меня дергались, и говорить я не мог, и заикаться немножко начал. Да, и страдал немножко, там, не знаю, какими-то болезнями уже, и на нервной почве, и еле ходил пару раз. Ну, конечно, три месяца пролежал с инфарктом, но спасибо вам. Слышите, спасибо, говорит, говорит, все нормально, не печайтесь, Господь вел меня. Теперь, посмотрите, что там написано? Притом, мы что знаем? Не слышу? Не слышу? Не, 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 ребята, что там написано? Притом знаем. Там есть слово «всё»? А? А? Слово «всё» можно заменить нормальным, современным словом «жесть». «Любящим Бога» – это Иосиф. Призванным по его изволению, он его призвал. Иосиф понимал – это Бог. Это Бог. Исайя 38, 17. Потрясающее место. Построите человека, который по-настоящему влюблён в Него. Человека, который по-настоящему свободен в Нём. Человека, который по-настоящему пережил неизменную жертву Иисуса Христа на кресте. Его невозможно ничего лишить. Смотрите, что пишет Исайя. «Вот во благо мне была сильная горесть». Чего ему было во благо? Не, неправда. Кто-то чувствует разницу между горесть и сильная горесть. Кто-то понимает эту разницу? Есть горесть, а есть жесть. Он говорит, «Мне во благо была сильная горесть». Теперь, послушайте, если даже вы своей, ну, тем, что у вас происходит, даже платите за свои грехи, но если вы по-настоящему влюбились в Него, и вы покаялись перед Богом, если вы, ну, Бог простил вас, вы обязаны простить себя. Как простить себя, чуть позже буду на следующих служениях рассказывать. Но! Он говорит, «Я знаю, я смотрю назад, и я вижу, во благо мне была большая горесть. Да, мне было плохо, да, мне было тяжело, да, меня обидели». У меня когда-то в жизни была жестокая обида, также еще одна. Поверьте, я как бы не очень пушистую жизнь прожил. Меня очень ранили и били, ну, так, не били, а... Ну, короче, была очень серьезная обида, очень серьезный инцидент. Я помню, я встретился со своим пастором, и я пытался ему объяснить, что, пастор, я приму любую мудрость, которую вы скажете, абсолютно, да, но единственное, дайте мне слово, чтобы, ну, ваша мудрость, она основывалась на серьезных аргументах. И говорит, «Конечно, скажи». И тут я ему рассказал. Не, он человек хороший, тот, кто меня обидел. Не, он нормальный человек. И я его не сужу. Я его прощаю. Вот. Просто, чтобы вы понимали, козел редкий. Пастор, поверьте, в своих подвалов в детстве я видел козлов. Просто поверьте мне. И тут пастор начинает мне рассказывать. Ты знаешь, ну, во-первых, ты должен его простить. Так я простил. Просто я боюсь за других. Вдруг еще кого ранят. Я уже, Боже мой. Тут кто-то говорит, сейчас этот человек придет, и рычай, я ухожу, я закончил, я ухожу. Я боюсь этого человека. Нет, я просто не хочу его сейчас видеть, просто не хочу его видеть. Просто по одной простой причине я его простил. А простить значит попрощаться, чтобы я его больше не видел. И мне сказал, я понимаю, что Бог просто мне проговорил через этого человека. Он говорит, это твоя война. Он показал мне иллюстрацию, Саул, Давид. И он говорит, не важно, что происходит, заслуженно или незаслуженно тебе причиняют раны. Важно то, что победит тот, кто простит. Я не говорю о сражении и победе. Я просто говорю о том, что если ты хочешь жить дальше в свободе, дышать, если ты хочешь жить, и чтобы видеть Божью руку на своей жизни, ты обязан простить. И вы знаете, честно признаюсь, было ситуации. Ой-ой-ой. У меня и руку отнимало. Рука у меня отнимала, левая рука замирала от боли. Губа отпадала. Серьезно, губа висела две недели. Вы представляете, вот такое, вот настоящее лицо обиженного человека становится, знаете. И я лежу дома, правый. Я понимаю, с этим нужно что-то делать. Посмотрите. Господь прородил меня через что-то. Я люблю своих обидчиков. Люблю. И ты лучше их полюби, чтобы не выглядеть, как настоящий правый человек. И в сердце вот колотится. Ну, при слове имени этого человека начинается нервный тик. Ну, я его простил. Что расскажешь это имя? Непрощение делает сумасшедшие вещи. Мы сидели на передаче сейчас, ну, вот, на «Россия-1». Рассказывала женщина, пришла. Она говорит, у меня был интересный случай. Душа, что творит? Непрощение, что творит? Дьявол с людьми. Дочь привела хорошего мальчика. Привела на Новый год вместе. Дочь встречается с позитивным мальчиком. Привела, короче, этого позитивного мальчика. Они встретили Новый год. Не пили даже. Ночью этот мальчик встал, чтобы сделать историю короткой. Зарезал всех. Говорит, резал меня 17 ножевых. Дочь, с которой он встречался, зарезал 18 в сердце. Просто резал, как ягнят, говорит, и все. Зарезал мужчину, который ему мешал. Зарезал всех. И вся студия говорит, а что ж такое? Эксперты по наркологии. Был пьяный. Нет. Ну, показал тест. Был шизофреником. Все лучшие психиатры сказали, нет. А что такое? Обида может изуродовать человека изнутри. Лучше простить. Поэтому, друзья, нельзя утопить человека, который идет на плаву на Божьих крыльях. Который свободен и парит. И который простил. Аминь. Поэтому, друзья, идем дальше. Давайте жесть, так уже жесть, да? Пятый стих. Он говорит, я, Бог послал меня, чтобы для... Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ребята, Бог меня просто использовал. Вашими руками было больно. Но для того, чтобы я стал для вас благословением. Я стал для вас кем? Жестоко, но факт. Свободный человек. Он видит руку Божью. И он говорит, я должен быть для вас благословением. Цель моего фараонства, моего процветания. Это не просто здесь на классной машине погонять. Цель моя – это сделать вашу жизнь лучше. Посмотрите, я понимаю, что то, что вы делали... Ну, ничего, я прощаю это. Я принимаю вас. Вряд ли вы уже это сделаете со мной. Во-первых, вы меня любите. Во-вторых, я второе лицо на планете Земля. Попробуйте. Если пальчик неправильно пошевелится, ты уже больше сам не пошевелишься. И я тут не виноват. Потому что я не виноват, что Господь так сильно благословил меня. Господь так сильно меня благословил. И я хочу быть для вас благословением. В твоей жизни не должно быть человека, которому ты не желаешь добра. Я не говорю справедливости. Иногда, например, если это маньяк какой-то сумасшедший, нам насильник, его нужно наказать, посадить и желать ему добра. Пускай он себе там желать, чтобы ему там никто сильно его не обидел, но от людей осторожить. Но если ты понимаешь, что ты сам сгниваешь в непрощении, просто отпусти этого человека всем своим сердцем. А как? Просто желай ему добра. Даже дай ему добра. Иисус далеко зашел, когда говорит, благотворите ненавидящим вас. Помните? Кому благотворите? Главная категория, кому мы должны благотворить. Человек сделал тебе боль, подари ему подарок. Не просто там этот подарок в рот, на, подавись там, но... Не-не-не. Послушай. Просто на. Ты мне зло, я тебе добро. Знаешь почему? Потому что твое зло на меня не повлияло. Видишь, я не стал зным. Господь, я не стал зным. Я делаю добро даже тем, кто сделал мне больно. Так живет свободный человек. Четвертое. Последнее. Четвертое. Здесь вообще просто. Иосиф понимал, что именно его реакция на обиду и от его реакции на обиду зависит все его будущее. От его реакции. Теперь послушайте. Его боль стала для него возможностью. Его боль стала для него что? Посмотрите. Меня сейчас, я говорю, будет смотреть, смотрит вся страна. Я не говорю сейчас на служение. На служение тоже скоро вся страна будет смотреть. Но там на канале, на России, на Первом канале. Они все подходят и говорят, когда вы... Я был, помните, у Ангелины Вовк. Я свидетельствовал о том, что наркотики это преодолеваемо. Есть свобода. Есть свобода. Есть свобода. Есть победа. Есть свобода. И все эти редакторы, оказывается, они ко мне подходят. Они все меня знают. Я говорю, почему? О вас все говорят все это время. Поэтому, если сейчас вопрос, говорит, поднимается наркотиков или алкоголя, или зависимости и беды, они говорят, вы единственный из-за кого? Сейчас Первый канал или Россия. Они говорят, давайте его. Давайте. Вот давайте его. Вот давайте. Знаете, почему именно наркотики? Это то, что я простил. Я сам никогда внутривенно не употреблял наркотики. Так, покурить, подымить, там туда-сюда, бегал по подвалам. Но построить то, что хотело убить мою жизнь. То, за что я возненавидел своего папу. И наркотики, наркотики, наркотики. Именно это становится светом для всей страны. Потому что то, что хотело тебя убить, оно должно не просто замкнуть тебя в непрощении, оно должно стать причиной того, кто ты и чем ты можешь служить. Посмотрите. Я не знаю сейчас. Есть психологи, есть... Это классные ребята. Ну, не все, но много. Ну, вы знаете, например, сексуальное или женское сексуальное насилие. Я лучше, чем мою жену, эксперты не знаю. Она это пережила, простила и служит другим. Поэтому можешь куролесить, рассказывать, там сидеть. Вы знаете, с точки зрения психологической анатомии, там, но Ницше сказал, там, Фрейд подтвердил и все остальное. Трепись сколько можешь. Но человек, который это пережил и простил, это уже средство от твоего заболевания. Иосиф говорит, ребята, мы спасены. Они стоят на него, ну, все, кто-то там просто, ну, просто. Говорит, дай успокойтесь вы. Я это исцеление для всего нашего народа. Идите за отцом, идите за своими семьями. Будем жить в шоколаде. Я плачу. Если бы вы меня не продали, если бы я это не прошел, если бы это не было уже позади, мы бы с вами сейчас умерли от голода. И я, и вы. Но я сегодня отец фараону. Он слушается всех моих слов. Я главный на этой планете. Благодаря той реакции, которую я смог выдержать, когда мне было больно. Послушайте, задумайтесь над одной мыслью. На нее намекает нам, евреям, 11 глава, 16 стих, по-моему. Там написано, что ребята, апостол Павел пишет, посмотрите на героев веры. Он говорит, они все всегда стремились, проходили через жуть, проходили через страшные вещи, но всегда они стремились в своем сердце достичь того, куда Бог их ведет. Им причиняли боль, им причиняли зло. Они были побиваемы, бегали в козьих кожах, делали, что могли, но всегда шли дальше. И теперь там есть такая ремарочка. Эта ремарочка звучит так. Если бы они не стремились к небесному, они всегда имели возможность возвратиться. Теперь задумайтесь над одной мыслью. Иосиф в доме фараона, о, не, Патифара, его покупает Патифар, и через какое-то время написано, он ставит его главным нам всем своим домом. Он дает ему ключи от всего, он дает ему главенство. Посмотрите, имел ли возможность Иосиф быстренько сбриться домой? А? Имел ли он возможность сбежать? Имел. Он попадает в тюрьму, наверное, жалеет, что не сбежал. Но нет. Написано, начальник темницы, делает его кем? Главным в тюрьме. Он дает ему ключи от каждой камеры. Имел ли он возможность сбежать? Мог ли он просто побежать домой? Мог. Хорошо, он становится уже фараоном. Все нормально, можно домой уже или нет? Совет хороший дал императору. Можно домой? Посмотрите. Этот человек, он понимал, я люблю Бога. Я знаю, что меня уничтожить невозможно. И возможно, и скорее всего, та боль, которую я терплю, мне нужно ее проходить. Я научился многому. Я знаю Бога. Сейчас лучше, чем кто-то другой на этой земле. Он близок ко мне. И поэтому у меня открытая камера, и я могу бежать, но я назад не побегу. Не просто потому, что братья ненавидят. Он мог прибежать к отцу, сказать, отец, вот эти козлы, а вот я взвесь. Он бы всех этих козлов наказал. Он бы нормально опять оделся бы в разноцветной одежды. В свои 45 лет ходил бы, как пацан, вот это, знаете, ну, и так далее. Нет, друзья. Этот человек всегда понимал, что то, та обида и та боль, которая сейчас ему была причинена, это возможность жить лучше, быть сильнее и стать благословением для других. Посмотрите, многие из нас мы терпели боль. Многие из нас, возможно, еще будут терпеть стесненные обстоятельства. Кто-то кого-то кинул, кто-то кому-то сказал, что кому-то не понял, что-то кто-то обидел. Не дуйте губы, отпускайте. И идите дальше. Преодолевайте эту боль силою возлюбившего. Принимайте решение отпускать, принимайте решение прощать. Послушайте, станьте легкими на прощение. Просто примите для себя решение. Меня обидеть невозможно. Слышали, нет? Я когда-то услышал эту фразу от моего пастора. И он говорит, меня обидеть невозможно. Он африканец. И живет в русскоязычном пространстве. И его там и макака, и шоколадка, и как там еще, как хочешь, его оскорбляют. А он говорит, стоят, говорит, толпа, и о, макака, ахахахахаха. Он говорит, я смотрю, радость людям принес. Кто-то скажет, это больное мышление, а я тебе скажу, это мышление императора. Они этим пивом и пошли дальше. А Бог повел дальше и выше. Потому что причиняют боль. Ай, я понимаю, неприятно, но я иду дальше. Ай, больно, я понимаю, но я иду дальше. Я иду дальше. Я люблю, а я покрываю, а я люблю, а я покрываю, а я просто принимаю решение. Я прощаю, я отпускаю. Знаешь почему? Потому что меня не утопишь. Потому что я в его руках. Надо сначала его утопить, чтобы меня утопить. Поэтому это невозможно. Я прощаю, я отпускаю. У меня есть будущее. В начале этого года ко мне пришли эти люди, тоже из этого канала, из мелкого канала, да? А мы хотим рассказать, какие вы хорошие. Показали, да, какие мы хорошие? На всю Москву. И что? Кто умер от этого? А? Только пришли люди, может, они знали, где мы. Я мог сказать, все. Течение совершил, веру сохранил. Сожрали меня узы, сожрали меня волки телевизионные. То приходил местный канал Москва 24, а сейчас Россия 1 пиарит. В этом же году. Причем всегда говорят, когда я прихожу сейчас к ним, там на первый канал, потом на Россию, я прихожу к ним, и они, мы напишем, мы напишем, что вы создатели революционных центров для наркоманов. Я сижу, думаю, ну я же пастор. Ну, им говорю, я же пастор. Они, ну вы знаете, хорошо. Потом уже сами звонят, говорят, пожалуйста, такая проблема, вы, ну, вы нам нужны, придите. Я говорю, только если вы напишете, скажете, я могу говорить, я священник в этой стране. Только придите. Сейчас будет передача на этой неделе. Первая, там еще будет, наверное, написано, что я этот, создатель центров. А потом мне звонит человек, шеф-редактор, говорит, а вы реально кто вообще? Я говорю, что вам перечислить? Она говорит, ну просто здесь ребята говорят, что вы создатели центров. Она говорит, а вы реально кто? Реально? Я священник в церкви. Реально? Я создатель самой влиятельной линии доверия в этой стране. Это ваш канал признал два года назад. Реально. Если реально говорит, вот, то я начинаю все это перечислять. Я создатель общественных организаций, вот, которые сегодня несут свет молодежи. И они говорят, ой, ну мы все это не напишем. Ну понятно, вам проще написать, человек пришел, депутат, и все, потому что еще больше, и все, никто больше. В стране тени смертной свет воссияет. прощай. 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 Просто прости. Вырви это от сердца. Прости. Улыбайся. Шоколадка. Ха-ха-ха. Радость принес. Вы слушайте, когда он это говорил, я говорю, Боже мой, для моего тогда еще подвального мышления, у меня там траектория, как зарезать, как убить, как погубить, чтобы такое сказал. Даже не дай Бог, кто так скажет. Посмотрите, те люди, которые вас обидели, идите дальше. Идите выше. Если этот человек встречался на твоем пути, он просто стал для тебя помощником, он этого не понял. Он просто стал для тебя помощником, и он тебя не кинул, он тебя подбросил. Вы не поняли меня. Он меня кинуть хочет. Он хочет тебя подбросить. И просто так, как он подбросит, никто не подбросит. Это точно. Он пусть подбрасывает. Лети вверх. И оставайся вверху. Аминь. Давайте поднимемся.